Массовая преданность жителей лесгинского поселка своему земляку, который отрекся от имени отца, а для горцев это святое, не может не настораживать. Особенно удивляет то, что почти все билиджинцы называли нашего героя его Днепропетровским псевдонимом. Создается впечатление, что они все включились в какую-то лишь им известную игру. Изагедин Габибулаев, косящий под Краснова, как полковник Исаев Почтирлица выполняет в украинском тылу особое спецзадание. Тогда мы решили копнуть поглубже. Расследуя земельные скандалы в Днепропетровске, мы наткнулись на заметку летопись беззаконий, где перечислялись фирмы, получившие участки в обход аукционов, то есть практически даром. И вдруг среди фирм-счастливчиков обнаружилось ООО «ОТЭК», отхватившее 95 суток земли по улице Большевистской, 22А. Больше того, в другом издании мы нашли информацию о скандальном строительстве в природоохранной зоне на берегу Днепра. Заказчиком незаконно сооружаемого объекта ресторана «ООО «ООО «ОТЭК». Выходит, пока Загид Краснов пиарится на билбордах и телеэкранах, как потенциальный спаситель города. Фирма его младшего брата по дешевке скупает Днепропетровские земли. Дагестанский плацдарм в нашем городе ширится с каждым годом. И как знать, возможно, в скором времени к нам хлынут многочисленные гастарбайтеры из Белиджи. Ведь безработных там, как мы уже говорили, больше половины населения. Не потому ли Загиду Краснову его земляки-горцы простили смену фамилии и отчества? Чего не сделает правоверный на чужой земле ради процветания далекой родины? Нет, не зря Засланца Краснова в Белиджи величают Аксакала и старшим братом. Мы катимся нашим братом, старшим братом. Мы уважаем его, уважаемый наш брат Загид. Вердой большой салам. Отлично от меня. Ценят вклад Краснова Габибулаева в развитие родного края и районные власти. Уже они-то понимают, что Днепропетровск по дагестанским меркам большой и богатый. Для подъема Дербенского района днепропетровских ресурсов точно хватит. Особенно, если учесть, что откачку этих ресурсов Загид Краснов ведет ударными темпами. На сегодняшний день Загид Краснов это один из ярких и самобытных представителей нашего народа. Я хочу пожелать ему здоровья, благополучия, успехов ему во всех его начинаниях на пользу Дагестану, России и Украине. Не хочется выглядеть чересчур субъективным, но кажется, в перечне приоритетов Загида Краснова Украина поставлена на последнее место. Совсем не случайно. Вообще-то нам, славянам, стоит поучиться той сплоченности, которую демонстрируют соотечественники Загида Габибулаевича, да и всего Востока в целом. Впрочем, хочу подчеркнуть, наша передача никогда не разделяла людей в зависимости от их социальной, национальной или религиозной принадлежности. И когда на месте Загидина Габибулаева оказалась, например, известная славянофилка и борец за чистоту украинской нации Виктория Шилова, наша реакция на ее действия была точно такой же. Ведь жажда власти, мстительность, коварство, лживость и другие человеческие пороки не имеют национальности. Они присущи обитателям Кавказских гор, точно так же, как и жителям Приднепровской низменности. Редактор субтитров А.Семкин